Мы все-таки победили Мы будем почаще выезжать И выявлять вот таких вот чмошников Если в деле вода Будет заместный закон Эй, мусор, лови равно Мусор, эго, тортик, силы Сейчас вас будут здесь учить красиво Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос начинает Раз, два, три Это тебе не шутки, смотри, здесь тая Будут копы нагнуты, как проститутки Орифметика простая Эй, копчик, береги свой копчик Чё по них, спусти ручник, пончик Пусть ты просто полицейский или мусорскам Раз тебя научат по закону, слышишь, Вась? Ты думал, получил, ты в уствол смигал, мы чем не точил Теперь можно разводить людей, но помни, времена не тем у дела Водос, надзором, мусором, всех поимеют хором Пусть ты просто полицейский или гнидостора Или гнидостора Ум, мусорок попадок Если в деле вода Будет заместный закон Эй, мусор, лови Хорошо, уважаемый Я сейчас снимаю Да, да, да И дальше что? Вот дальше Вы выезжаете, да? Если под вами рушится мост Под вами, кто за это ответит? А почему он будет рушиться? Почему он будет рушиться? Потому что есть эксперты, которые сказали А теперь ответите на такой вопрос Почему бензовоз пошел? Ему можно ехать под этот знак И смотрите, еще такой вопрос Подождите, вы услышали ответы? Почему бензовозы идут? Услышали ответы? Бензовозы идут? Я откуда знаю Причем идут бензовозы 30 лет дают разрешение Бензовоза маршрут Да, у него есть полиция дает разрешение И проехать по этому мосту Я не в курсе дела Я вам говорю Мы только что видели бумажку Решающий маршрут Что можно через этот мост ехать У кого? У груженого бензовоза только что Не в курсе дела Да я вам говорю А вы кто? Я человек Так а как вы увидели в этом У меня глаза есть У человека нет глаза Полицейские проверяли И нам показали Он показал дозволу его Что вы от меня хотели? Вы просто не Что-то сделали сейчас Они просто Ласка То бишь вы отмываете бабки Кто вы? Ваша контора Ваша контора Какая контора? Вы откуда? Какая контора? Вы еще раз я спрашиваю Какая контора? Можно я поговорю? Можно я поговорю? Вы просто получаются провокатором Я поехал с вами поговорить Уйдите провокатором Я пошел Все, вперед Будем ждать дальше людей Я говорю вперед А что общаться все равно ничего не решается Лишь вы поговорите Глава народа Это народ тебе говорит Народ, люди А ты за наши бабки Еще нас сказали Мост должен закрыть Если он аварийный Так у нас есть мосты аварийные Всех закрыты На то, что у него маршрут Маршрут дает Ум трансбезпека Дает полиция Это и маршрут Значит можно через мост ехать? Мост выдержит? Выдержит И все А что я ему выдержу А он меня не выдержит? А потому что ты Бинпутяк 40 Самой Это и сам Потому что ты должен дать 200 гривен Да наши бабки Еще нас просто казачьи Ты понял что он сказал? Говорит Говорит Ты служба особо Говорит Я хочу декларацию дать Берите Ничем не обязан Говорит Я просто так призвание Я не знаю что вы хотите Я вам задаю вопрос Какой целью вы приехали? Вы говорите Будет конструктивный договор Или нет? Почему вы сейчас вы хотите Я с вами разговариваю Вы просто ходите От вас услышать Я просто не понимаю Вы собрались Я понимаю что вас уже Ничего не поняли Ничего не поняли чтобы вы не поняли почему я собрал с вами не разговариваю вам придется со мной разговаривать не то не подожди пусть пусть и давай мы чему-то я хочу понять я понимаю вам нравится делать что шоу будет когда перекроют час движения и не сможет никто проехать будет виновата ваша контора в чем в том что он в аварийном состоянии вы не предпринимаете никаких вообще действий что вы сделали за 15 лет вы только что сказали что он в аварийном состоянии не надо вы сказали что в аварийном состоянии почему вы не действуете мы подняли вы предупредили повесили знаки дальше все повесили а водителю что делать вы хотя бы сделала и объезд таблички вы хотя бы карты сделали вот это обличка черными буквами объезд стрелки нормально повесили да я вас не первый раз вот вижу да вы можете отвечать на вопросы а не просто что ж вы лепите горбатого вот если давайте по простому вы лепите горбатого сейчас вам задают четко сформулированный вопрос в этом а лишь полицейский задавайте вы теперь вопрос можно мы можем повесить признак в 10 тонн вот здесь он висит еще раз покажите где хотя бы чтобы куры не разворачивались сколько-то метров будет знак 19 метров на 500 метров по мне было что он не было хорошо и когда это давать из-за того что он я можем это сделать в течение следующей недели здесь будет висеть знаки ребята вы обеспечите исток я почеловечески в течение следующей недели на уровне отчаяния ассоциатива вот давайте так вы не понимаете что вы не понимаете что вы не понимаете что вы уже сейчас вы что издеваетесь или что я вам могу послушайте вас госбюджета бриз чп бриз чп бриз называется у них у них дорожные знаки может купить 200 гривен и 800 гривен подрядная организация еще раз я вам говорю подрядная организация это уже вот это все народу а мы от вас ничего не услышим я сказал на следующем время нам сейчас надо скажите пожалуйста почему 15 тонн а не 20 повторяю еще раз не я устанавливаю 15 закрыть мост нужно хорошо закрой завтра мост куда он поедет а так он будешь прав платить стой вот вы будете вы будете ехать вы будете на легко так вы решите этот вопрос решите этот вопрос подскажите мне вы умный человек подождите смотрите я еще раз я вам отвечаю я вам отвечаю я специалист в своей сфере я допустим менеджер если вы мне задаете вопрос как продать вот эту вещь я вам расскажу а вы специалист в службе который занимается дорожными работами я вас спрашиваю как мы нужно решить и вы мне должны ответить а не я должен это отвечать вы за это деньги получаете вы в парикмахерскую приходите или что вы мне скажите ребята я без вопросов я понял вас нет мы не поняли посмотрите знаете почему эта шляпа я вообще не хочу с вами кто нибудь другой бутылку 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 давайте хорошо давайте я руководитarte студентаре в бане я хочу услышать почему у нас не ремонтируют я больше всего аварийного состояния Есть плановые мероприятия, которые выделяются на этот день. Есть постановление Кабинета министров, где мы вносим в план ремонта каждое искусственное сооружение. На этот год нам утвердили только четыре. Вот мы их будем ремонтировать. Для этого мы временно поставили эти знаки. А как временно знаки устанавливаются? Я говорю, до момента начала ремонта. Как временно знаки устанавливаются? На желтом фоне. Может я неправильно, извините, неправильно я сказал. Я предупредить водителям, были установлены эти знаки. Хорошо, водитель доезжает до моста, его останавливает полиция, выписывает штраф. Слушайте, еще раз, еще раз говорю. Здесь стояли дублирующие знаки. Покажите место, где было. Зачем мне покажите место? Покажите место, а я вам скажу, тут нет. Что можно сделать, чтобы если бы был конфликт на ситуации с полицией и водителем? Конечно, мы за это. До метров, нам вот здесь, нам главное как, чтобы был перекресток, где смогли бюры Харьковской области. ОПП. ОПП. ОПП, Харьковская область. Я тебе могу показать свое по свитчине, если тебе вот надо. Только давай, все по-честному. Как можем решить этот вопрос, чтобы знаки стояли, и нам надо поставить знак, что 15 тонн за 500, сколько-то метров, сейчас мы посмотрим, чтобы могли фуры разворачиваться, предупредим. А не там, где просто, понимаете, там в чем вопрос. Вопрос в том, что стоит знак, 15 тонн перед самым мостом. Там вопрос еще в том, что очень опускает дорогу. Фура не разведет. В нем стояло, если вы помните, 30 знаков. Помните? Да, 30 тонн. Значит, ребята, послушайте еще раз. Приехала после того, после Песочина. Знаете, это идти все и прохрежь, да? Ну, я знаю, вы сделали водителя виновным в этом, который проезжал, и после которого прообломался мост. По телевидению везде, это официальное заявление вашей. А знаете, почему мосты ломаются? Господи, ну что мы... Давайте решать вопрос по вот этим знакам. Почему вы уходите постоянно от ответа? Ну зачем, вот вы снимаете, для того, чтобы потом показать. Для того, чтобы... Мы для народа это делаем. А я понимаю, для народа. Ребята, для народа вы бы сделали совсем по-другому. Мы сказали, как бы вам помочь, чтобы здесь, может вам... Вам денег дать. Вам денег дать. Еще вам тихо, я не буду. Тогда направляли. Но я еще раз говорю. Воруют знаки, ребята. Такому он нужен тот знак? Что здесь делать? Да у нас несколько тысяч воруют. Дети катаются, наверное, знаете, он как на сам, как катать снега. Это вопрос сейчас решить. У повода дополнительных знаков сейчас. Сейчас, а сегодня. Сегодня в Москве. Я вам сказал, что на следующей неделе дополнительные будут установлены там, где они стоят. Да не будет они. Я на 100% верю шагу. Руб за 100%. Скажите, пожалуйста. Руб за 100%. То... На следующей неделе, неделю вам даем, понедельник за 100%. Вы не имеете права. Хотите выписать на меня сейчас протокол? Пожалуйста, выпишите. Я без вопросов. Я понимаю, я выпиваю. Я как бы, я обязан. Ну, то, что вы даете мне сколько-то. Не, я просто, чтобы вы обещали людям, как этот вопрос... Выпивший, да? Выпивший. 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 Понимаете? Надо просто решить этот вопрос на данном этапе. А там уже будем решать дальше, уже сомериваться. Расскажите, пожалуйста, вот знаки поставят, ограничения в весу. А как же тогда нам передвигаться в Харьков, с Харькова? Везде знаки висят. Расскажите мне хоть один маршрут, как можно выехать дальше. Нет. Знаете как? Вы идете... Я отвечу. Вы идете в областную полицию. На Шевченко-315. Я вам расскажу. Вы получаете такую бумажку? Я не могу за каждым выездом ездить на Шевченко-315 получать бумажку. А работа мне когда кто-то дает, чтобы вы понимали? Смотрите, я вам просто не могу понять, почему бензовоз? Тон, в курсе дела еще раз, уважаемый, пожалуйста. Ну, вы что, беспокойтесь за этот мост? Да я вам говорю, за мост. Вы беспокойтесь. А автомобили ездят через него. Ну, вот, ребята, давайте скажем, почему проехал, вот, Артон, скажи, почему проехал этот бензовоз? У него доза на национальном конкурсе, маршрут. Какой? Маршрут. Доза на беспешный вантаж. У него есть маршрут. У него есть маршрутный лис, которым он, он с маршрута не имеет права съезжать, потому что это наибеспечный вантаж. Так у него больше, у него больше 15 тонн. А если из-за него разрушится мост, кто будет виноват? Кто выдавал, кто выдавал, тот и будет отвечать. А я, знаете, что больше отвечу? Потому что по бумажкам. Я вам расскажу. По бумажкам. А где есть доказательства о вашем словах? Где есть доказательства о вашем словах? Да какая разница, выходной или не выходной? Мы приехали для того, чтобы решить конфликтную ситуацию. Ягод, послушайте, я задаю вопрос. Так, сто, мы либо строим конструктивный диалог, либо идите сюда. А потом, что я думаю, что он же ждал, я понятен, амчи 15 тонн. Не надо со мной параллельно разговаривать. Останавливайте фуры, пацаны. Ну как, эти стоят, а другие пролетают. Ты либо разговариваешь нормально, либо идешь на поле. Давай автобус нахуй фарковать. У него тоже превышение. Куда подниму? А автобуса что же превышение-то людей? Конечно. Давайте автобусы тоже. Ждем мы калорусом. Приклик 40 человек с автобусом. Добавайте. Да, автобусы тоже, потому что вот люди тоже говорят, что автобусы тоже с перегрузом идут. Ребят, не можем получить вообще ответа, почему 15 тонн, а я вам отвечу, потому что бабки пиздят. Ремонтировать не хотят ни хера, но водители будут привлекать за это. Поэтому, бляха, сейчас будем по максимуму сжать этих дебилов, блядь. Ребята, расскажите мне, пожалуйста, как ехать. Расскажите мне, пожалуйста, как ехать. Пишет, как ехать. О, бензовод съедет. Это вообще жесть. Приехал руководитель, сука, который такую тищу несет. Да не вопрос, перегрузы есть. С этим бороться должна ОКРТРАНСБЕСПЕК. Мы говорим, почему вы, ЕМОС, не ремонтируйте, чтобы можно было сделать 30 тонн. Ответа нет. Только не надо снимать. Не будем снимать. Мы его не снимаем. Пускай этот чиновник идет сюда и будет вам рассказывать. Бусон. Вот фура, которая везет огнеопасные грузы. Так он не дает нам ответа, почему 15 тонн, почему не делаем. Перекрывай. Мы понимаем, просто поймите, стоит знак 15 тонн. Полицейские догоняют фуру и штрафуют ее. Приехало руководство сюда. Мы говорим, почему 15 тонн? Потому что ОКРТ в аварийной ситуации. Я говорю, почему вы его не перекрываете и не делаете? Чтобы можно было 30 тонн поставить. Денег нет. С одной. А с той стороны? Вот там нет. А зови ее. Зови ее. Пусяй. Ребята, можете кто-нибудь выйти один прокомментировать, кто раздает вот эту? Чтобы мы этому... Вы раздаются напастные грузы тут. Он говорит, что здесь нельзя ездить. Дают разрешение. Такого не может быть. Это маршрут правильно. Забрай и езжай. Потому что здесь маршрут. Мы хотим чиновников. Просто если из-за вас рухнет мост, виноваты будете вы. Не тот, кто давал. Там сказали по своему усмотрению. Как это-то свадает. Пошли, покажем этому идиоту. Нет, он не знает. Вон фура поехала. Ёперный твой театр. Сейчас я принесу. Посмотрите, пожалуйста. И пробуем интересно прокомментировать. Вот чиновник, который отвечает за вот эти мосты. Так вы же говорите, что она нельзя там ездить. Смотрите, кто будет виноват, если она там разъезжает. Вы службовая пособа, который отвечает. Я вас спрашиваю. Я не полицейский. Кто-то выдал. Вы смотрите, кто не дал. Причем здесь есть. Кто разрешает им выдавать? Я же не в курсе дела. Я не полицейский. Кто им разрешает? Ездить по этим разрушенным мостам с ваших слов. Запретите полиции выдаваться. Вы запретите. Я вообще никакого отношения к полиции. Что вы тогда делаете? Вот вы мне скажите, что вы делаете тогда? Да я с ваших слов вообще ничего не делаю. Я могу раздавать адекватным человеком. Вы адекватный человек. Не верно. Я не могу понять ответа. Я не получил ответа. Почему? Вы говорите, что в бюджете нет денег. Что нужно сделать, чтобы в бюджете появились деньги? Чтобы фуры могли ездить. Смотрите, у нас 224 моста. Не буду так говорить. Но, по-моему, 224. Посмотрите, вот сейчас канистра проедет. Что по аварийному? Из-за того, что вы едете, что там нельзя ездить. Что он аварийный может, что он разломится. Кто будет виноват? Я вам говорю. Почему вы за это не беспокоитесь? Вы меня не слышите. Вы не беспокоитесь за это. Вы за это не беспокоитесь. Вы нам говорите. Вот если я уберу сейчас знак, вот завтра он сломается. Кто будет в этом виноват? Я вам говорю сейчас. Вот если он проехал по этому стопу, и он сломается. Кто будет виноват? Он правильные вопросы задает. Я не хочу с него разговаривать. Так дайте ответ нормальный. Потому что ты чебуха. Потому что ты чебуха. Почему я тебе говорю? Польскажите, пожалуйста, у меня есть молоко. Мне сейчас выгрожат. Да оно у меня кислише за 11 тонн. Что мне работать? Мне не за него платить. Я сколько не зарабатываю, чтобы не заплатить за 11 тонн. Так а вы же захотели поставить 10 тонн. Потому что вы так сказали. Ну блин, не я захотел еще раз говорю. Есть комиссия, повторяю еще раз, которая делала замеры. Комиссия, обследовала его. Так, правильно, если вы не сможете. Они по всему, они по всему, они по всему, они по всему, они по всему. Сейчас фуры начнут ехать. Облавтодор. Кабинет, фамилия, кому? Ну как это вы будете задать? Вопрос задает конкретный прямой вопрос. А вы ничего не можете ответить? Мужик, дай ответ нормальный и будет все хорошо. Ты сам начинаешь провоцировать. Мы говорим, почему 15 тонн? Постан там 30 тонн. Зачем? Зачем я 30 буду стоять? Там стоял. Потому что у тебя нету бабок, чтобы отремонтировать мост. Потому что вы их пиздите, эти деньги, понимаешь? Вы их пиздите. А люди даже страдать из-за этого. А мы же не человек, что я должен здесь стоять, ради чего? А потом всю ночь пиздячит мне 600 километров. Я тут должен уже был улыбаться. Депре, минимум. Вот это наша власть, которая улыбается народу. Я не власть повторяю. Что ты такой, скажи мне? Не тыкайте мне, уважаемый. Пока ты не приставишься, ты не приставишься, ты до меня тыкнешь. Вот-вот власть, наша власть, действующая власть. Люди, посмотри. Действующая власть. А деньги ты откуда получаешь? С бюджета? А с чего? Я без бюджета. А с чего ты получаешь? Уважаем. А с чего ты получаешь там-то? Сейчас приедет полиция тебя разберет. Отлично. И с тобой лично тоже разберемся. С тобой лично мы разберемся еще. Узнаем, что ты за густ такой. Пернатый. Да, ну. Поулыбайся. Вот будете все видеть. Это прямой эфир. А я так сила порозил. Так я тебе задаю... Нет, просто скажи, что вы воруете бабки и все. И мы с ней хотите делать. Автобусы тоже такие, тормозите, смотрите. Просто если сейчас мы ничего не сделаем, просто сейчас эта фора доезжает туда, становится, закрывает и стоит. И тогда уже все, даже бензовозы станут, люди просто станут. И он будет отвечать. Я думаю, надо вот так вот сделать. Я должен быть в офицей отрезал, про море у меня. Кто будет отвечать? Так, которые поставьте поперед. Я думаю, что... Я думаю, что так будет. Хорошо, и спокойно. Передина, без комиссии, пожалуйста. Ничего, и спокойно. Цель я без себя какая. Полицейские штрафуют водители за то, что они нарушают дорожный знак, который установила дорожная служба. Дорожная служба является, увы, представителем. Они не могут с этим знаком ничего сделать. Ни убрать, ни поставить. Они не могут его сделать. Потому что он есть в дислокации. В чем проблема? Вот к вам вопрос. А почему только что? Почему только что? Канистра проехала. Вы поставили знак. Она же в свою жопу. Прикройте. Они снова еще раз. Никому не выброшу. Ставайте пять человек. Ну хорошо, но документы сейчас... Все по ГОСТу. Знаков предупреждения. Там 30 тысяч скрысали одну тут на палке. Там с той стороны нету. Только в этом направлении стоит знак. Почему? Только в этом направлении. А с той стороны нету ничего. Вот полицейские понимают, что облажались. Вот вот этот мост. С этой стороны знака нету. Даже вот. Кстати, вот столбик остался от знака. Видишь, столб есть, а знака нету. Вот, поэтому едем сейчас туда на место опять. Поехали, привезли. Можно сейчас скажут, стылили или просто стылили. Ну, боитесь. Да, пожалуйста. Поехали. Давай, едь туда. Ребят, в общем, вот этот пернатый гусь поехал. Сейчас посмотрит. Он даже не в курсе, что там только с одной стороны. И приедет, сейчас даст ответ. Ну и на регистраторе у нас. Там уже есть знак? Поставили. Серьезно? Серьезно, да. Но у нас есть реги, как я понял, где нету знака. А сейчас поставили? Ну да, уже ставили. С той стороны? А как успели? А как успели? Да поехали со знаком, приехав. Мне тоже как раз. Когда он просто поехал, там ставили знак. О, так мы сейчас закрутим эту тему. Будем надо крутить ты, блядь. Да у меня тоже ешь. Ну ты, наверное, яйцами забросаем. Давай, давай, сто процентов. Давай, раздражайся. Я же, мы вот будем. Короче, я не понял, каток мало. Пойду еще десяток возьму. А он нам стоит, рассказывает. Все эти воскресенья никто знак поставить не может. Ооо, нормально. Нормально. Узнаем такой прикол. Там где знака не было, оказывается, знак появился. Сейчас Макс поедет, посмотрит. Знак повесили в 15 дом. Я вообще в шоке. А как он это обоснует? А он уезжает? Да, он говорит, я не могу, мне надо ехать срочно. Смотри, бак, вопросы. Он пообещал. А что ты на людей надрочил? Тормози эту фору, ебку. Да слушай, давай. Он пообещал. Сидите. В течение недели этот вопрос отрегулировал. Насчет объезда в знак. Он сказал, что причин. Вот свидетель, да, все это слышали. Недели три, тире, грубо говоря, месяц, да? До месяца, типа, нужно вот этот знак, который объезда сделать. Сделать, потому что это он индивидуальный. С индивидуальный знак? Да, смотрите, завтра ВДР, служба, патронная полиция, приезжает в Украфтодорг, непосредственно берет документацию, потому что это только завтра будет, потому что сегодня воскресенье, она не работает. Берут документацию, поднимают документацию, смотрят по документации законность этого знака. Если он незаконно с порушением в ДСТУ стоит, они дают предписание. Або, если незаконно, на демонтаж. Если он законный, они дают предписание. И в течение трех дней, правильно? Недели этого. Если у них знаки есть на лидии, то в течение недели будут стоять знаки по ПРЭДЖУ, что там через сколько там метров будет знак 315-15 тонн. Я понимаю, но фура идет массой 20 тонн, то как он может? Нас вопрос интересовал, почему мост не ремонтируется, а не потому что знаки установлены. А вот у вас там понедельник, завтра, так себе, вот так. Да ты почему он, собственно, полицейский? Он просто подчеркнулся, почему вы его отпустили? Тут у людей был вопрос. Хорошо, что нам делать? Что водителям делать, товарищи полицейские? С задним ходом от моста сдавать сюда и разворачиваться. А там уже знак висит. Я видел. Знак уже повесил. Нет, предупреждающий о развороте. Нет, 15 тонн повесили. 16 тонн, да. Водитель отсюда выедет, упирается в этот знак. Ему либо сдавать назад, либо разворачиваться перед мостом. Развернуться там нереально. Смотри, если разобраться согласно ПДД и ДСТУ, знак стоит неправильно. Соответственно, можно по нему ехать. Предупреждающих знаков нет никаких. Вот, я скинули. Ладно, короче, тут... Едут так уже час. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а мы будем дальше работать в таком режиме.